Доброе утро! Я напоминаю, что вы смотрите программу «Наше утро» на телеканале ОТВ. Тема нашего сегодняшнего эфира – День тикающих часов. Вот, о таком понятии, я думаю, слышал каждый. Да, ну вот, говоря о таком понятии, как время, первая ассоциация, которая возникает в голове, что? Что, Стёпа? Это, конечно же, молодость. И вот как её сохранить? Ведь время порой бывает беспощадно. Каждая представительница прекрасной половины человечества желает сохранить молодость кожи лица. Да, об этом задумываются не только женщины, но и юные девушки. Уже и девочки задумываются, начинаются молодые. Да и мужчины задумываются. И мужчины уже тоже подключаются. Ну, а как это сделать? Поговорим об этом со специалистом. У нас в гостях Наталья Станкевич, дерматовенеролог, косметолог. Доброе утро! Доброе утро, Наталья Алексеевна. Ну, расскажите, вот сейчас жизнь сложная. Воздух, ветра, времени нет. Вредная пища, солнце. Вредная пища, нервы. Как оставить свою кожу в этот момент здоровой, чистой? Если вот говорить, например, о том, как восстановить её, то есть в плане того, что очень важен для кожи здоровый, полноценный сон. Хотя бы он должен составлять хотя бы часов в семь. То есть за этот период во время именно сна у нас восстанавливается не только кожа, а внутри проходят все важные окислительные процессы в организме, которые и помогают нашей коже утром выглядеть в достойном, скажем так, виде. Хотя бы часов семь. Хотя бы, да. Это хорошо, если есть такая возможность. Если такой возможности нет в связи с современным ритмом жизни. То есть это приём БАДов, витаминных хотя бы добавок. То есть которые, потому что и в нашей пище, к сожалению, содержится мало чего полезного. И всё равно организму нашему не хватает и витаминов, и минералов различных. То есть приём биологически активных добавок, антиоксидантов, например, таких, как витамин С, витамин А, которые способствуют именно выработке того же самого, например, коллагена, помогают. То есть это антиоксиданты нашей молодости, скажем так. Наталья, ну вот смотрите, говорят, что бить тревогу нужно уже начинать после 25 лет. То есть начинать тщательно ухаживать за кожей. Так ли это? Может быть, раньше, может быть, позже, может быть, до 30, не трогать. Вообще старение кожи уже начинает происходить после 20 лет. То есть после 25 лет, конечно, уход за кожей должен быть тщательным. То есть обязательно не пропускаем три этапа ухода за нашей кожей. Это обязательно очищение должно быть тщательным, обязательно тонизация и увлажнение кожи лица. Вы знаете, мне как для мужчины сложно сейчас до конца всё понять. Тонизация, очищение и восстановление. Это что это? С утра умываться и в течение дня ещё несколько раз это делать? Нет, нет. Обязательно он должен проходить, то есть и утром, и вечером. Обязательно утром. Это умывание с гелем, пенкой, то есть по типу кожи. Дальше следующий этап. Идёт тонизация, то есть увлажнение, подготовка кожи к нанесению крема. Это тоники. Для чего они нужны? Очень многие пропускают этот этап, но на самом деле он очень важен. Тоники дают... То есть вообще очищающие вот эти средства, они все имеют щелочную среду. И нашей коже это очень на самом деле плохо. И поэтому, чтобы её сместить в более кислую среду, для этого существуют именно тоники. Они подготавливают нашу кожу к дальнейшему нанесению крема. То есть вот после наносится крем, и кожа уже... Уже подготовлена. Ну понятно, она уже готовая. Да, она уже готова. А Наталья, ну вот смотрите, ещё такой вопрос. Вот... Ой, я что-то хотела спросить. Хорошо, вспомнишь, спросишь. Да, ну а сейчас вот я вижу много рекламы, средств, которые, я знаю, что очень дорогие. А как вот быть человеку, который не может себе позволить дорогие крема, дорогие тоники, я тоже, так как у меня и дочь, и жена, знаю, что всё это дорого. А есть какие-то народные медицины, не знаю, раствором ромашки, мылки, и всё хорошо. Стёпа. Даже вполне себе очень даже. То есть отвары ромашки различные, то есть отвары там трав зверобоя, то есть кубики льда те же самые, которые тоже способствуют усилению кровообращения, сужению сосудов, что тоже очень хорошо, благоприятно влияет на лицо. Не обязательно должен быть обязательно 100% дорогой крем, дорогой тоник. Нет, конечно. Вот это я же не скажу. Подожди, подожди, вот у меня прям маленький вопросик, у нас очень мало времени. Наталья, скажите, пожалуйста, вот вы сказали по типу кожи, да, тоник выбирать, крема. А вот, допустим, мы в магазин приходим, и не знаем, нет нормального консультанта, который мог бы посоветовать, да. Вот всё-таки нужно с косметологом общаться, прежде чем что-то себе покупать. Желательно? Желательно, да. То есть всё равно прийти на консультацию к косметологу, который полностью распишет, глядя на ваше состояние кожи, распишет полностью уход, который будет соответствовать именно вашему типу кожи. То есть существует и в любой косметике пометки, например, для сухой, для жирной кожи, там, питательные крема и прочее, прочее. То есть косметолог полностью всё расскажет и покажет, и расскажет, что для чего и почему. Отлично, спасибо вам большое. Спасибо большое, спасибо. Да, ну а я напомню, что у нас в гостях была Наталья Станкевич, дерматовенеролог, косметолог. Да, и теперь мы все понимаем, почему, вот если бы такая была у меня машина времени, я бы отправился в детство. В детство, да. Да, чтобы сразу же с детства следить за кожей. Молодость сохранить. Да, ну а вот куда бы отправились челябинцы? На машине времени. Да, на машине времени. Давайте узнаем.